Это деловые факты. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу, сколько выделят на поддержку малого бизнеса в крае и хватит ли на всех рыбы. Дождитесь. Кубань инновационная. Краевые власти утвердили региональную программу социально-экономического развития до 2025 года. На ее реализацию планируется потратить более 17 миллиардов рублей. Большая часть средств выделена из краевой казны, остальное добавят бюджеты городов и районов. Новая программа предусматривает обеспечение муниципалитетов инфраструктурными объектами, развитие малого и среднего предпринимательства, а также поддержку инновационной деятельности в регионе. Существенная статья расходов запланирована на возмещение железнодорожных затрат по перевозке пассажиров на электричках. На эти цели регион номерин потратит 6,5 миллиардов рублей. Кроме того, в документе запланированы еще три подпрограммы. Одна из них будет касаться формирования и продвижения экономической инвестиционной привлекательности края за его пределами. Это поездки на форумы, выставки и саммиты. Еще одна подпрограмма полностью будет посвящена помощи малому бизнесу. Речь идет о субсидировании арендных расходов малышей и погашении процентов по кредитам. Кроме того, увеличивается на 30 миллионов рублей фонд микрофинансирования малого и среднего бизнеса предпринимательства края. Добавлю, что всего таких программ по региональному социально-экономическому развитию будет 28. Они заменят собой действующие документы, которые были приняты ранее. Причина таких изменений кроется в стремлении краевых властей сделать бюджетные траты более эффективными. И еще о госпрограммах. Сочинские власти намерены помочь чаеводам и увеличить объемы производства местных предприятий, пишет РБК Кубань. Добиться увеличения урожая чая власти рассчитывают за счет вовлечения в оборот дополнительных 400 гектаров плантаций, которые находятся в аренде, но не используются. В настоящее время чаеводы получают господдержку на уход за чайными плантациями по ставке 45 тысяч рублей на один гектар. В Минсельхозе край добавляют, что субсидирование помогло вовлечь в оборот более 400 гектаров, ранее выведенных из эксплуатации чайных плантаций. Однако сейчас многие плантации остаются заброшенными из-за труднодоступных районов и отсутствия системы орошения. На решение этих проблем и планируется выделить средства, а также привлечь к данному вопросу инвесторов. Напомню, в прошлом году урожай чая в Сочи составил 360 тонн. В текущем, несмотря на засуху, ожидается сбор чайного листа на том же уровне. По данным Министерства сельского хозяйства края на 1 сентября уже собрано 310 тонн. Санкции против России отменят уже в начале следующего года. К такому выводу пришло большинство европейских аналитиков. Некоторые даже считают, что часть санкций отменят в конце этого. Ускорить процесс может растущая из-за эмбарго недовольства европейского населения. Более того, последние события на мировой арене показывают, что Россия благополучно преодолела кризис и теперь Европа просто не может себе позволить плохие отношения с нами. Далеко не последнюю роль сыграло и выступление Путина на Генассамблее ООН, где президент предложил варианты борьбы с терроризмом в Сирии. Кроме того, в последнее время Германия и Франция встали на сторону России в вопросе ситуации на Украине. Не выловишь за день, устанет рука. По-настоящему богатый улов ждет кубанских рыбаков в экваториях Азовского и Черного морей. Как сообщает Росрыболовство, с начала года в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне было выловлено около 65 тысяч тонн рыбы. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Причем эта цифра является рекордной. Сейчас у рыбаков в самом разгаре осенняя Путина. Рыбы в воде очень много, и она, как говорят рыбаки, плавает буквально на поверхности. Рыбопромышленные предприятия края готовы. К началу Путины, Барабули, Хамсы, Ставриды и Тюльки. Ну и расскажу о курсах валют. Рубль продолжает тенденцию к укреплению. Доллар еще отступил и теперь обойдется в 61,30 рубля, а евро и вовсе пробил 70-рублевый рубеж. И стоит сегодня 69 рублей и 35 копеек. Такими были самые интересные деловые факты. К данной минуте. Хорошего вечера вам вместе с Кубань-24. До свидания.